Друзья, всем привет! С вами Влад Ядров и это Инстановости. Сегодня очень классная у нас тема. Почему люди не покупают у меня в Инстаграме? Частый к нам вопрос. Поехали! Итак, почему же у вас не покупают в Инстаграме? Да причин масса. Вот я склоняюсь к тому, что у большинства из вас просто не выработана коммуникация с клиентами. У вас сильно замудренная схема. Сильно долгие ответы. Ну, что такое замудренная схема? У вас есть, например, в описании телефон. И вы пишете WhatsApp, Telegram. То есть, что мне надо сделать? Мне надо взять, скопировать. Скопировать у меня сразу не получается, потому что в Инстаграме не копируется текст. Мне надо зайти в компьютерную версию, скопировать ваш телефон. Или же я вот прям такой усердный человек, хочу прям купить у вас или спросить что-то. Я буду записывать на бумажку, потом переписывать в телефон, добавлять вас в WhatsApp, в Telegram. Короче, ребят, ну вы что? Реально, так уже давно никто не делает. Ну, есть куча сервисов, агрегаторов, которые позволяют вам активную ссылку в вашем профиле сделать переходом на WhatsApp или на Telegram. Пользуйтесь этим. Ну, это сильно замудренная тема. Потом очень многие, например, не отвечают в Директе. Очень долго отвечают в Директе. Да просто закройте, чтобы вам никто не писал в Директе. Прямо в профиль напишите. Директ закрыт, например. Все, людям есть только два шанса, куда писать. Это комментарии и WhatsApp. Если вам люди пишут в комментарии, и вы там долго отвечаете, есть сервис, что там? Ну, прям так и называется. Что там? Ну, вот там. В общем, это интеграция Telegram с вашим Инстаграмом. Все комментарии, которые приходят, если вы накручиваете лайки для того, чтобы выйти в топ, то вы сами знаете, как быстро комментарии уходят просто вниз, и их невозможно прочитать. То есть на старых постах, например, вы просто их не найдете. Для того, чтобы отслеживать полную статистику своего вовлечения аудитории в контент, то есть что они комментируют у вас там, пользуйтесь сервисом, что там. Он будет всегда сохранять все ваши сообщения, которые есть в Инстаграме. Либо есть очень сложная интеграция с Битриксом, но об этом, я думаю, вам вообще отдельно напишу. Кстати, пишите комментарии. Хочу узнать про Битрикс, я вам расскажу, как можно интегрировать с Райм-систему и Инстаграм. Очень крутая вещь. В общем, ребят, что я хотел донести, то, что большинство людей не покупают в Инстаграме только по той причине, что, первое, это слишком замудренная схема коммуникации клиентов с вами, чтобы узнать что-либо, а второе, это аккаунт не вызывает доверия. То есть у вас мало контента, который рассказывает о товаре, мало контента, который ваш, например, собственного производства. То есть вы где-то заимствовали, это еще отталкивает. У вас нет личного какого-то присутствия, то есть человека, продавца, чтобы видеть, с кем я вообще коммуницирую, потому что Инстаграм это все-таки такая личная площадка, где я хотел бы с каким-то человеком живым общаться. То есть я лучше обращусь к Васе, который занимается кроссовками, чем я обращусь просто к аккаунту кроссовок. Ну, как бы примерно такая у меня логика вырабатывается. То есть я хочу общаться с живым человеком, для этого у вас должен быть контент тоже живой. Записывайте видосы, это прям тренд. Постоянные сторисы, показывайте ваш продукт со всеми шивами, там с деталями, с коробочкой, с упаковочкой, как вы это все отправляете. В общем, вы должны максимум упаковаться, чтобы умение вызвать каких-то вопросов. Я захожу на ваш аккаунт, и я должен найти все ответы. Какая доставка, как это все осуществляется, как мне вообще заказать у вас, какие размеры есть, что есть в наличии и так далее. Есть ли вообще у вас заказы, кому-то вы уже привозили, есть ли отзывы довольных клиентов и как долго носится там ваша обувь или ваше платье. Ну, то есть мне хочется много знать, там из чего сделано это и так далее, откуда вы вообще все привозите. В ваш аккаунт может это все транслировать. Просто вы ленитесь? Так и скажите, вы ленитесь. И просто это не делайте. А потом говорите нам, пишите то, что Влад, почему у меня нет продаж в Инстаграме? Просто вот ты не сделал все остальные шаги, которые я только что сказал. Еще, почему люди не покупают вас в Инстаграме? Есть несколько теорий. Ну, во-первых, если он вас спросил цену или спросил, есть ли у вас там тот или иной товар, вы ответили ему да, и он вам больше ничего не отвечает. Он просто хотел реально спросить. Он не хотел покупать прямо сейчас, поэтому не парьтесь. Ну, чувак просто не хотел покупать. Второе, это, которую цену вы назначили, она неадекватна для этого клиента. Он считает, что это слишком дорого и не хочет с вами перепираться, почему дорого и дешево. Ну, в общем, он просто ушел. Или же есть еще вариант, то, что он спросил, вы ему ответили, и он не купил просто по той причине, что ему уже это не актуально. Либо он уже успел, пока вы так быстро отвечали, быстро отвечали, да? Он уже успел это купить, либо он просто передумал. То есть Инстаграм, это еще важный момент. Это площадка, где есть эмоциональные покупки. То есть, мне понравилось, я хочу прямо сейчас купить. Если вы прямо сейчас мне не ответили, если вы мне прямо сейчас, грубо говоря, не завернули, не отправили в доставку, и через сутки мне не позвонил курьер, блин, ребят, у меня уже начинает перегорать, я уже особо не хочу эту вещь. Поэтому пользуйтесь всеми моими рекомендациями, что я только что сказал раньше. С вами был Влад Ядров. Если вы хотите знать больше про Инстаграм, хотите в нем разобраться досконально, проходите наш обучающий курс инстапродажи или вообще берите полное инстакомбо, где есть вся инфа, она постоянно будет обновляться в нашем образовательном курсе. Ссылочка в описании, проходите, покупайте, и, короче, ребят, радуйтесь, пишите нам отзывы, а мы будем благодарны слышать от вас обратную реакцию на наше обучение.